Добрый день! В эфире 12-го канала ЧастНовостей в студии Регина Абузарва. И вот главное в этом выпуске. Чтобы не мешал расследованию и не угрожал свидетелям. Он схватил ребенка и сказал, если ты сейчас не зайдешь в дом, я подожгу себя и его. А мечу, которого подозревают в жестокой расправе над матерью двоих детей, избрали меру пресечения. Вслед за школами и детскими садами дома мечей начали подключать к теплу. А жителям северных районов области компенсируют траты на отопление. Целая история в одном автомобиле. Машина уже стала своеобразным символом восстановления страны после военных лет. По омским улицам промчались легендарные М20, куда едут ретроавтомобили. Музыка европейских королей. В Омске впервые выступил органист Донецкой государственной академической филармонии Александр Хмарный. Объединил всех от малышей до ветеранов. Любим бегать, любим спорт, поэтому решили принять участие. Самый массовый забег в России, кросс-нации, прошел и в нашем регионе. Покажем яркие моменты. А мечу, которого подозревают в убийстве матери двоих детей, сегодня избрали меру пресечения. Из зала суда его отправили в следственный изолятор. Резонансное преступление произошло поздним вечером в пятницу. По версии следствия, на улице Кирова мужчина жестоко расправился с бывшей женой, а после попытался сбежать от полицейских. Убежать от преследования подозреваемому не удалось. На Харьковской его скрутили полицейские. Задержанный был пьян. При обыске у него обнаружили складную нож со следами крови. Предположительно, им мужчина и нанес больше 10 ударов своей бывшей супруге, от которых 26-летняя женщина скончалась на месте. По версии следствия, задержанный планировал помириться, встретил бывшую жену у подъезда, но в разгар ссоры ударил женщину ножом в грудь и в живот. У Амички остались двое малолетних детей. Старшему 6 лет, младшему 11 месяцев. Заведено уголовное дело, ведется расследование. И к другим темам. Сегодня в Омске официально стартует отопительный сезон. К теплу начнут подключать жилые дома, заверили в ресурсоснабжающие организации. Процесс это не одномоментный, отладка может занять до 20 дней. Примечательно, что на прошлой неделе к теплу уже подключили больницы, школы и детские сады. Коммунальщики утверждают, что на 100% удалось выполнить ремонт в котельных и на центральных узлах. Непростая ситуация лишь на теплосетях и трубропроводах. Здесь степень готовности пока 90%. Для того, чтобы как можно быстрее провести все работы, привлекаются дополнительные силы. В частности, направлены специалисты и техника из подведомственных организаций городской администрации. Свои условия диктует и погода. В региональном МЧС предупредили о штормовом ветре. Местами его порывы могут достигать 25 метров в секунду. А МЧС просят быть осторожными и не находиться вблизи линий электропередачи, деревьев и рекламных щитов. Сильным ветром в регион пришло похолодание. Сейчас за окном плюс 10, а в ночные часы температура и вовсе может опуститься до минусовых отметок. Вновь пойдут дожди. Правда, будут они не такими интенсивными, как, например, в начале месяца. Впрочем, если верить долгосрочным прогнозам, уже к выходным в регион вновь может вернуться тепло. Жителям Северообласти вновь компенсируют затраты на отопление. Губернатор Виталий Хаценко распорядился предусмотреть финансовые средства на выплаты абонентам Знаменского, Теврийского и Тарского районов. Это решение связано с необходимостью поддержки людей, которые по-прежнему сталкиваются зимой с проблемами газоснабжения из-за падения давления на Теврийском месторождении. Как и в предыдущие три сезона, жители Севера смогут получить возмещение части затрат на переход к альтернативным источникам отопления. Компенсации будут выплачиваться по итогам зимы, исходя из фактически понесенных расходов. Ожидается, что завершение газификации Большереченского, Тарского, Знаменского и Теврийского районов состоится до конца 2025 года. Грунтовые воды отведут от садовых поселков при городе Омска. Продумать такое техническое решение рабочей группе поручил губернатор Виталий Хаценко. Сегодня глава региона проинспектировал ход работ на территории села Ульяновка в Омском районе в дачном поселке Осташково. А также посетил золотовал производственного подразделения ТГК-11, ТЭЦ-5. Сейчас на подтопленных участках работают более десятка насосных помп Министерства региональной безопасности, МЧС и ТГК-11. Уровень воды постепенно снижается. По поручению губернатора создана рабочая группа. Ее возглавляет первый заместитель регионального кабинета министров Дмитрий Ушаков. В течение зимних месяцев специалистам необходимо найти техническое решение для отвода избыточных грунтовых вод от садовых поселков. Продолжается работа по определению в целом причин, последствия, почему получилось так, что грунтовые воды начали выходить на поверхность. И прокуратура проводит свою проверку вместе с Ростехнадзором, вместе с Росприроднадзором, со всеми ответственными ведомствами, органами областной власти. И как только эта проверка будет завершена, прокуратура даст правовую оценку, соответствующую этому случаю. В Омске продлили скидку на проезд при оплате QR-кодом. Акция будет действовать до конца года. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест. При расчете посредством системы быстрых платежей пассажиру автоматически предоставляется скидка в общественном транспорте в размере 8 рублей. Для ее получения необходимо произвести оплату с помощью QR-кода, либо приложить смартфон с функцией NFC к соответствующей метке. Также Сергей Шелест поручил увеличить количество табличек для расчета таким образом на городских маршрутах. Влияет на физическое и ментальное состояние человека. В Омске стартовал цикл открытых лекций, посвященных генетической грамотности людей. Ведущие специалисты рассказывают студентам об индивидуальных особенностях организма, которые влияют на формирование заболеваний. В рамках научно-просветительского проекта «Геномная Одиссея» участники узнают о роли генетики в формировании иммунитета, влиянии этих факторов на аппетит и их связь с развитием онкологических заболеваний. Проект, поддержанный Федеральным министерством образования и науки, реализуется совместно с преподавателями медуниверситета и фондом научно-технологического развития ЮГРЫ. «Генетика подсказывает нам, как диагностировать и, самое главное, как правильно лечить очень многие болезни, которые мы до этого лечить не умели и выявлять не умели. Например, есть группа анемий, малокровие в народе, которые связаны не с тем, что у нас там тех или иных витаминов не хватает или кровотечение возникло, а именно с тем, что на генетическом уровне плохо синтезируются вещества, которые обеспечивают нормальный состав крови». На улицах Омска сегодня можно было увидеть легендарные ретро-автомобили. Таким образом, 10 активистов из разных городов нашей страны решили напомнить россиянам о подвигах героев-освободителей. Они отправились в международную экспедицию «Победа в наших сердцах». Маршрут путешественников начался на Урале. Они проедут всю Сибирь и закончат свой автопробег в Монголии. Валентина Шемякина продолжит. Легендарная «Победа» появилась в семье Вячеслава Баскова еще 27 лет назад. Его отец купил машину как экспонат для музея. Спустя столько лет техника до сих пор на ходу и уже прошла тысячи километров. «Конечно, было бы хорошо, может быть, иметь какой-то другой двигатель, кондиционер, какие-то удобства. Но нет, мы именно несем историю в виде этого автомобиля». Есть и целая команда, что разделяет позицию Вячеслава. На парковке развернулась мини-выставка «Ретро-машин». В наш город приехали участники медиа-экспедиции «Победа в наших сердцах». Главная отличительная черта этого автопробега – сами ретро-машины. Они все одной марки. ГАСМ-20 «Победа». Машина уже стала своеобразным символом восстановления страны после военных лет. Товар редкий и штучный. Их собирали вручную. Маршрут активистов пролегает от Урала до Сибири. В мире путешественники останавливаются в каждом встречном городе. Буквально вчера читали лекции в Тюмени. Их основная цель – объединить единомышленников с регионов России, стран СНГ и Азии. Они прославляют подвиги воинов-освободителей, бьются за недопущение фальсификации истории и приобщают к патриотизму молодых людей. «Транслировать и рассказывать, не стесняясь, о героическом подвиге всего советского народа». Презентация медиа-экспедиции для мечей прошла в парке «Россия. Моя история» активисты рассказали о целях и масштабах своей идеи. «Мероприятие было очень сильно интересное. До мероприятия мы пообщались с генералом. Он нам рассказал про свои подвиги, рассказывал про подвиги своих сослуживцев». Успели путешественники посетить и наш кадетский корпус. Таких масштабов, как признаются, никогда не видели. «И за раз рисовали, сколько дней, вот тут число». В нашем городе путешественники также возложили цветы к мемориальному комплексу в Парке Победы. Медиа-экспедиции этот автопробег прозвали неспроста. Каждый шаг участников проходит под пристальным прицелом камер. Те, кто не может лично встретиться с командой, следит за ней в социальных сетях. Решили волонтеры попробовать себя и в роли наших корреспондентов. «Мы, члены международной медиа-экспедиции «Победа в наших сердцах», благодарим вас за радушный прием». По собранным материалам участники экспедиции напишут сценарий для документального фильма. Работу над ним начнут сразу, как вернуться домой. Финальной точкой медиа-экспедиции станет Монголия. Валентина Шемякина, Виктор Осинцев, 12 канал. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску «Часа новостей». Смотрите в 19.30. Продукты первой необходимости и свежие овощи. Конечно, жители Устишимского района все это выращивали на огородах. Но в этом году паводок уничтожил урожай. В несколько населенных пунктов Северообласти отправили почти 20 тонн гумгруза. Где конкретно каждая семья, которая была потоплена, получит гуманитарную помощь. Что еще отправили неравнодушные омичи? Получить ответ даже на самые острые проблемы в прямом эфире. Закрывается отделение переливания крови в ГКБ 1 имени Кабанова. На улице без работы остается 13 человек. Новый проект 12 канала и радио Монте-Карло-Омск. Такой формат позволяет выстраивать точечную коммуникацию между жителями региона и органами власти. На прямой разговор с омичами сегодня вышел глава областного Минздрава Дмитрий Маркелов. Какие темы в сфере здравоохранения затронули в ходе беседы? Смотрите в итоговом выпуске новостей. Омская область готовится встретить день воссоединения Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Знаменательная дата будет отмечаться 30 сентября. В нашем регионе череду посвященных этому событию памятных мероприятий открыла тематическая фото-выставка в штабе общественной поддержки «Единой России». Снимки посвящены возвращению города Стаханово к мирной жизни. Другая часть экспозиции рассказывает о героях-участниках Великой Отечественной войны, специальной военной операции, а также о наших земляках, совершивших свои подвиги в мирное время. В день открытия выставки в штаб общественной поддержки пригласили учеников Омской школы номер 107. Они изготовили поздравительные открытки для ребят из Донецка. Все они будут переданы с грузом гуманитарной помощи в ближайшее время. Очень важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи. И как раз эта фото-выставка будет служить этим целям. Будет целая череда таких мероприятий проводиться и на территории региона, и в целом по стране. Очень надеемся, что наша делегация Омской области побывает в день воссоединения у нас в Стаханове, в Луганской народной республике, делегация нашего региона. Вот ребята сегодня здесь рисуют письма, пишут письма нашим, теперь уже скажу, соотечественникам, таким же молодым своим друзьям в Стаханов. Обязательно все это будем передавать. Ну и, естественно, конечно же, мы не забудем и участников специальной военной операции. Создали атмосферу европейского барокко. В органном зале приглашенный артист сыграл королевскую музыку 17-18 веков. В Омске впервые выступил органист Донецкой государственной академической филармонии Александр Хмарный. В программе «Королевская музыка Германии и Франции» собраны сочинения Баха, Куперена и других композиторов. Эта музыка эпохи князей и королей артист познакомил слушателей с необъятной вселенной органа. С яркими интерпретациями сочинения авторов, а мечи признаются, виртуозное исполнение на 100% позволило прочувствовать настроение эпохи и самим погрузиться в атмосферу торжественных приемов и баллов. Александр Хмарный открыл новый 85-й органный сезон в Омской филармонии. Она одна из старейших в Сибири. Сейчас артист гастролирует с концертом по городам России. Признается, в каждом зале произведения звучат по-разному. Это связано с настройкой органа. У каждого инструмента, конечно, свое прикосновение, своя трактура, путь соединения клавиши с трубой, свои акустические параметры залов. То есть это все нужно учитывать. Ну и свой набор регистров. Конечно, каждый инструмент уникален, он строится под определенный зал. Поэтому некоторые приготовления все-таки необходимы. Для меня это очень ответственно. Мне безумно нравится этот зал. И орган, и акустический здесь очень все удачно звучит. Ну и сама любовь к городу. Поэтому это обязывает. 13 показов на 13-м по счету фестиваля недели экспериментального театра. Гостей межрегионального форума встретили под открытым небом. Красную дорожку организовали на крыльце Государственного центра народного творчества. В этом году участники приехали из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Братска. Форумы экспериментальные. Тема одна – в театр вместе. В год семьи организаторы постарались собрать афишу для зрителей всех возрастов. За семь дней публика увидит постановки для детей подрастающего поколения и спектакли вечернего репертуара для взрослых. Показы пройдут в Центре народного творчества Омской области, на сцене театра «Студия Любови Ермолаевой» и в здании молодежного театра «Третий круг». Фестиваль конкурсный. Победители объявят 29 сентября. Эксперимент – это что-то новое. Разрешить себе, позволить себе шагнуть не по проторенной дорожке. Специально его стали проводить осенью для того, чтобы вот этот заряд такой положительной солнечной энергии, который мы все накопили летом, он продлился, чтобы наш солнечный город продолжал радоваться. У нас в коллективе, например, часть – это сотрудники научных институтов. И вот это первый год, когда мы попробовали, подались и нас отобрали с новым материалом. Мы его выпустили только буквально в конце прошлого сезона. На дистанцию всем регионам в России прошел массовый забег к Роснации. Омская область – не исключение. Свои старты организовали в каждом районе. Центральной площадкой стал Калачинск. Здесь прошла церемония открытия. Атмосфера спортивного праздника в нашем материале. Полторы тысячи легкоатлетов – и это только на стадионе в Калачинске. Возраст значения не имеет. Спорт объединяет всех – от малышей до ветеранов. Любим бегать, любим спорт. Поэтому решили принять участие. Доченька сегодня первый раз принимает. Хочешь бегать? Она у нас скромная. Всероссийский день бега Кросснации проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» президентского нацпроекта «Демография». Участвуют и любители, и профессионалы. Кросснации проходят по всей стране, поскольку как раз спорт является таким объединяющим фактором. Участвуют именно семьи, потому что от мала до велика. Кто-то выбирает себе поменьше дистанции, кто-то побольше, кто-то вместе участвует на одной дистанции. Это как раз объединение всей страны, начиная от самой маленькой семьи. Всего на выбор 6 дистанций от 400 метров до 12 километров. На километровой победу одержал 8-летний Иван Даровко. Он уже второй раз прибегает первым и третий год подряд входит в число призеров. Юный спортсмен занимается каратэ в клубе под руководством отца. Считает, что для бойца умение быстро бегать очень важно. Вдруг нужно будет броситься кому-то на выручку. Признается, что победы даются ему нелегко, требуют больших усилий. Это очень трудно, потому что тебе надо всех победить. Потому что там очень много участников. И мне это удается уже много лет. Мы занимаемся с ним регулярно, не только тренировки в зале. Мы летом на стадионе проводим, каждое утро тренируемся, бегаем, готовимся. Ну, насколько мне известно, сын хочет стать профессиональным спортсменом. Поэтому с мало уже начинаем постоянно выступать на всех спортивных мероприятиях. Поэтому дает результаты. Есть порох в пороховницах у возрастных легкоатлетов. Амичка Надежда Зимина в свои 82 не утратила бодрости и задора и решила впервые поучаствовать в стартах в Калачинске. У меня медали, правда, за все участие, где-то штук 200 медалей. Так что прекрасно все. Мне нравятся такие коллективы. Все, что смотришь, дети с нами бегают. Это же вообще здорово. Здорово, что дети участвуют. Мы детям пример показываем старшие. Так что все хорошо. По традиции победителям и призерам вручили дипломы, грамоты, кубки и медали. Но лучшей наградой стал заряд позитивных эмоций, которые получили все любители бега. Денис Жарков, Юрий Репин, 12 канал. И о хоккее. Ястры бы сегодня проведут матч в Санкт-Петербурге. В игре со СКА они попытаются прервать серию неудач в КХЛ. У «Авангарда» четыре поражения подряд. И команда с семью набранными очками упала на восьмое место в турнирной таблице «Востока». После проигрыша дома автомобилисту 0-3 эксперты заговорили о необходимости усиления состава. Руководство клуба делает шаги в этом направлении. Возвращен 32-летний нападающий Райан Спунер, от которого наша команда первоначально отказалась. С ним подписан контракт до конца сезона. Но сегодня Спунер за «Авангард» не сыграет. Как заявил главный тренер Сергей Звягин, игрок еще не прилетел в Россию. Ему делают визу. Сыграет Лерит Буше, который не провел пока ни одного матча в сезоне, но полетел с командой на выезд. Звягин прокомментировал состояние здоровья лидера омской атаки. Правда ли, что Буше сейчас рецидив травмы еще на месяц? И если нет, то как вообще там у него ситуация? Нет, это неправда. Он на подходе. Но пока не готов. Итак, прямую трансляцию матча из Санкт-Петербурга смотрите в эфире 12 канала. Начало в 22.20. Не пропустите. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 24 сентября, в Омске переменная облачность. Возможны осадки. В ночное время плюс 4, плюс 6. Днем до 9 градусов выше нуля. В районах облачно небольшой дождь. Ночью до плюс 5. Дневная температура до 9 градусов со знаком плюс. Ветер западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. На этом у меня все. Итоги дня подведем в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова